В то время, как старина Габен все еще учится считать до трех. Рэнди Пичфорд со своей студией Gearbox Software анонсировали, конечно, не столь долгожданную, как Half-Life 3, но все же Borderlands 3, а мы, в свою очередь, спешим собрать для вас все те крупицы информации о предстоящем релизе, что есть в интернете, и, конечно же, рассказать. Анонса третьей части ждали довольно давно. Со времен Borderlands The Pre-Siquel прошло порядка пяти лет, и народу стало не хватать концентрации борды в крови. Ах, ну да, был еще шикарнейший Tales from the Borderlands, но все же это немного не то. И вот, наконец-то, 27 марта 2019 года компания выпустила игровой тизер, а на следующий день Borderlands 3 была официально анонсирована на презентации PAX IS 2019. Вскоре, 1 апреля, была объявлена дата выхода 13 сентября 2019, правда, только во всеми нами любимом, в кавычках, Epic Games Story. До Стима она доберется лишь весной 2020, что чуть менее тупо, чем выход в магазине эпиков третьего метро, предыдущие части которого, как и в случае с Бордой, у всех куплены в Стиме. Ой, ну да ладно, побомбим на Рэнди чуть позже, а пока про игру. Итак, по сюжету, с момента гибели одного из харизматичнейших персонажей серии Красавчика Джека прошло 7 лет. Разумеется, и мир, и знакомые нам герои за этот не такой уж и маленький промежуток времени изменились. Появились новые проблемы, трудности, появились и новые злодеи, но появились и новые герои, которые будут решать эти проблемы и противостоять этим злодеям. Героев, как всегда, четверо. Моус. Стрелок, призывающий в свое распоряжение боевую машину «Железный медведь». Другие игроки, кстати, тоже могут его использовать или стать дополнительным пилотом, управляющим пулеметом на спине. Зейн. Вояка, использующий дрона, цифровой щит и гаджет, помогающий ему воспроизводить собственную голограмму и меняться с ней позицией. Если верить слухам, выходить из флинтов банды самых головорезных головорезов на Пандоре. Амара. Одна из немногочисленных сирен, обладающая сверхспособностью по созданию дополнительных шести рук. Аки-бог Шива. И, наконец, Флэг. Охотник, способный натравливать на врагов представителей фауны Пандоры. Скага, Раков, Муропаука. И старичков, коих мы можем встретить на пустошах. Да и не только. Например, Лилит. Одна из героев первой части. По-прежнему занятая поисками хранилища, даже спустя столько лет. Тогда, как остальные, давно разбрелись кто куда. Зерот, один из героев второй игры, стал частью команды охраны Атласа. И теперь работает на Риза, главгероя Tales from the Borderlands. И по совместительству нового президента этой компании. Хотя, вот тут стоп. Что стало с Ризом и Фионой после финала игры от Telltale? Ведь они же там в хранилище... Ну... Ах, ладно, будем надеяться, все нам это объяснят в новой игре. Ну и, безусловно, новые встречи со старыми знакомыми вышеописанной троицей не ограничатся. Но уже радует тот факт, что персонажи и события игры отныне почившей студии Telltale Games не отброшены сценаристами в сторону и не забыты. Ведь, к сожалению, Tales from the Borderlands 2 нам с вами уже никогда не увидеть. Так хоть тут узнаем о дальнейшей судьбе представленных нам героев. Того же Риза хотя бы. Свеженькими антагонистами же стали близнецы Калипса. Организовавшие культ Дети Хранилища и собравшие с его помощью армию головорезов. Вроде как опасные ребятки, но вряд ли своей харизмой переплюнут Джека. Хотя, кто знает, может мы и его вновь увидим. Риз же будет. Из новенького геймплейного сразу хочется отметить перемещение между планетами, которое нам продемонстрировали в демке. Совершать эти самые перемещения вы будете на космическом корабле под названием Убежище 3. И сдается нам, это будет что-то на вроде Нормандии из... Ну, вы в курсе откуда. Это кейхаб, где можно и барахлишко прибарахлить свое, и, возможно, перекинуться парой фраз с командой. Хотя, может и нет. Планеты будут отличаться от привычной нам пустоши Пандоры. Например, Прометея, одна из планет, показанных в демке. Словно какой-нибудь Корусант из Звездных Войн, застроена огромными небоскребами мегаполисов. Изменилась и система навыков. Теперь в каждом древе можно будет выбрать одно из трех активных умений. Также у вашего персонажа будет слот для дополнительного активного скилла. Транспорт. Ах, многими не любимы еще с первой части из-за своего управления. Что ожидаемо, автопарк, который мы все так же сможем получать в тачкоматах, расширился. Помимо уже привычных нам баги и грузовиков, появились моноциклы Циклон. Да и вообще, в целом, кастомизация расширилась довольно сильно. Но для получения новых плюшек на свой трендулет, нужно будет не просто, как мы раньше делали, взрывать транспорт вражин, а убить как-то водилу, забрать тачку и отвезти в ближайший тачкомат. Помимо нового элементального эффекта радиации, которая действует, ну, смертельно для врагов. Неожиданно, правда? Вроде как существенных изменений в боевке не наблюдается. Еще больше пушек, еще больше навыков и прочего, но это все тот же Borderlands. Немного изменилась система распределения шматья. Например, если вы вдруг пристроились к сессии, где задроты уже через час после релиза набили себе сотый левел, то все равно будете получать лут своего уровня. Правда, в настройках можно все равно врубить по старинке. Несмотря на то, что графическая составляющая игры, как и в предыдущих частях, выдержана в узнаваемом стиле, то есть с использованием технологии селлшейдинга, ставшей визитной карточкой серии, при разработке новой части был сделан акцент на большую детализацию эффектов. Окружающее пространство стало более интерактивным и частично разрушаемым. Ну, ладно, это все круто, конечно, правда без ложек дегтя тоже не обошлось. Это и выход в Эпик Сторе, после чего предыдущие игры подверглись ожидаемому ревью-бомбингу в Стиме. И некая цензура, которая теперь появится в борде, например, слово «карлик» мы больше не услышим. Это и то, что многих сотрудников, в том числе трое бейкера, работавших на Тейлс Фром, ну, этим самым, да, оставили за бортом. Да и вообще, у самого Рэнди репутация чем дальше, тем больше, ну, такая спорная. Вспомним хотя бы тот факт, что при работе над «Элиенс Колониал Маринс» он, выданные Сегой бабки, по слухам пилил на вторую борду. И ладно, если на борду, а «Чужих» в итоге выпустил такими, в общем, какими мы, собственно, и запомнили всю эту полупровальную игру. А ведь ради этой игрушки Сега отменила масштабную РПГ по вселенной «Чужих» от Obsidian Entertainment. Не хухры-мухры. Также бывший юрист коробки передач Уэйд Календер выдвинул кучу довольно серьезных обвинений против Рэнди. Но, как вы понимаете, многое из этого мы, закрыв глаза, прощаем этому типу за серию Borderlands. Однако, если случится такое, что третья борда станет обычным таким фейлом, ну, скажем, запихнут туда гонимые всеми лутбоксы и микротранзакции, то, скорее всего, это станет последним гвоздем для Питчфорда. Впрочем, это уже совсем другая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если это видео было для вас интересным. На релизе постараемся либо сделать конкретный обзор на игру, а не слухи и факты, как сейчас, либо вообще постримить ее для вас. А на сегодня все. Как всегда, до новых встреч в новых видео.